Дарова всем, ребята, Кентапка на проводе, и прямо сегодня мы прокачаем аккаунт самого настоящего бомжа. Так что, пожалуйста, поставьте лайк, а мы начинаем. Ну а перед началом хотел бы вам разыграть данный нож бабочку Легаси. Чтобы получить, надо первое, поставить лайк и подписаться на мой канал. Во-вторых, посмотреть видео без перемоток. И в-третьих, самое важное, напиши любой хороший комментарий плюс твою айди. Всем желаю удачи. Мой выбор. Воу-воу, ребят, вы сейчас скажете, Кентапка, ты кого там бомжом назвал? Ребята, просто почитайте эту переписочку. Парень пишет, привет, я бомж, прокачай инвентарь пжи. Я у него спрашиваю, ты полный бомж? Он говорит, я полный бомж. Я ему пишу, заходи в ДС, исправим. Ну и что же, прямо сейчас он зашел в Дискорд, и мы зайдем на его аккаунт, и вы просто будете в шоке, потому что вы узнаете, какие нынче инвентари у бомжей. Алло-алло, это ты? Да, это я, я бомж. Слушай, а ты бомж в игре или в жизни? В игре и в жизни. И в игре, и в жизни? А почему? Да. Я, меня ругают родители за оценки, и поэтому я уже два дня живу на вокзале. За плохие оценки тебя родители выгоняют на вокзал? Да. Блин, братан, слушай, а как я тебе могу помочь? Можешь, пожалуйста, хотя бы прокачать мне аккаунт, пожалуйста. Дружище, без проблем, пиши твой логин, пароль, конечно, я тебе помогу. Спасибо большое. Ну что ж, друзья, вот мы и зашли на аккаунт Дениса. Что же мы тут видим? Первое, что я вижу, это медаль ветерана. Дальше вижу звание Феникса. Ребята, довольно-таки неплохо. То есть, по всей видимости, Денис в свободное время, а у него довольно-таки много свободного времени, играет просто-напросто в стенд-офф. Денис, мой совет, чтобы родители тебя не выгоняли на улицу, лучше учись, а не играет стенд-офф. Ну а хотя, со второй стороны, а какого хрена родители вообще его выгоняют на улицу? Родители, если вы смотрите, еще раз выгоните, я вас сам выгоню. Так, ну что же, дамы и господа, погнали смотреть. Айдишечки начинаются на восьмерочке, то есть, относительно свежий аккаунт, максимум полгода. Ну что же, смотрим дальше. КД 1.02, процент побед 48, лучший ранг мастер. Нифига себе, сказал я себе. А в первом сезоне лучший ранг Голд 1. Такое ощущение, что он покупал буст. Смотрим, в общей статистике 640 часов. Ну, ребят, не так-то и мало онлайна. История матчей. Давайте-ка посмотрим, как же он играет и на что же он способен. Хо-хо-хо-хо-хо-хо. Блин, ребят, ну честно говоря, я его прекрасно понимаю, потому что, наверное, ему неудобно играть, тем более холодно. Поэтому у него одни поражения. Но я очень надеюсь, что все будет хорошо. И, конечно, мы ему поможем и прокачаем его аккаунт. Ну что же, идемте дальше. Он состоит в клане под названием Гладиатор с ЕС. Че это за клан? Я без понятия, но он тут элдер. То есть, ребят, он, так сказать, тут влиятельная шишка. Касаемо его клана, ребятки, я ничего плохого сказать не могу. Единственное, что могу сказать, что некоторые участники клана очень сильно похожи на бездомных. Ребята, если вы реально бездомные, то я готов вас прокачать. Пишите мне, пожалуйста, в комментариях под этим видео. Ну а прямо сейчас мы, ребятки, почитаем его сообщение. Он вроде бы был как не против. Ну что же, заходим. Первая это переписка со мной. Вы все ее видели в начале видео от моего лица. А теперь посмотрите, что он пишет. Дай ДСНН раб. Ничего себе, какой Дениска агрессивный. Денис, ты че? Обалдеть не встать. Вот это да, ребят. Просто посмотрите. Ох, блин, как же не всех оскорбляют. Вот это Денис агрессивный. Я просто в шоке. Называют всех рабами. Денис, ты че такой агрессивный? Надо быть чуточку добрее. Ёлки-то палки. Опять Денис кого-то обзывает, ребят. Я просто в шоке, почему Денис такой агрессивный. Ну а что же, не буду вас томить. Давайте-ка посмотрим, что же у него за инвентарь. Потому что я еще сам не смотрел. Поехали. И что же мы тут видим? Ну, ребят, я вам скажу так. Ну, в принципе, ничего особо крутого не вижу. Кроме вот этого дегла с обалденными наклейками. Блин, ребят, вы просто посмотрите, как Денис его урвал. Я даже не представляю. Но, ребята, прямо сейчас мы всю эту ситуацию исправим. Да, у него крутые скины. Да, даже одна легендарка есть. Два эпика. Но, ребята, нам нужны арканы. Потому что, как я понял, Денис киберспортсмен. Ну, или пытается быть киберспортсменом. И ему надо нож. Давайте, ребятки, я выставлю скин за тысячу. Ну, например, за 1700. Ну, а что мне нет? Поехали, выставляю. Ну что же, я нашел у вас скин с телефона. Прямо сейчас покупаю. И, ребята, что бы вы там ни думали. Если ему нож не выпадет. То, в любом случае, я ему подарю нож лично от себя. Но я сделаю все возможное, чтобы ему выпал нож. Так, ну что же, у нас 1300 ладей. Я предлагаю так. Покупаем, ну, к примеру, 5 раевел кейсиков. Дальше покупаем 5 фуриас кейсов. Потому что фуриас кейсы тоже очень везучие. И покупаем еще 3 фейбл кейса. Ну, и 60 голды ему оставим, чтобы потратил на что он хочет. Ну что же, я думаю, что можно начинать. Наша задача и наша цель на сегодня выбить хотя бы один нож. Ну, или хотя бы попытаться, чтобы он пролетел где-то рядышком. Ну, или хотя бы какая-то аркана. Опа, уже легендарка. Первый-то кейс и сразу легендарка. Ребят, ну это прям капецкая хорошая примета. Так, ну что. Первая легендарочка пошла. Я думаю, Денис был бы уже очень рад. А теперь откроем фуриас кейс. Сделал буст на керамбит. Драгонглэс. Очень крутой керамбитик. И вдруг сейчас будет чудо. Просто, ребят, представьте. Так, ну что же. Уже выпадает Дезерт Игл Ред Драгон. Ну, скажем так, Диггл не очень. Я бы лучше играл бы с этим четырьмя наклейками. Какой-нибудь, вот, посмотри какой классный, да. Блин, Диггл просто пушечка. Но, тем не менее, он его может продать и купить, что он захочет. Так, ну что, открываем дальше. У нас еще целых 11 кейсов. Ну, ребята, не расстраиваемся. Потому что, если нам ничего хорошего не выпадет, то я подарю что-то от себя. Ну, я уже вижу, Сатрэк G222 Фрост Варм выпал. Обалдеть. А сколько он стоит? Нифига себе. Уже 200 голды. Ну, ребят, ну просто представьте. Открываю уже третий кейс. И уже G222 Фрост Варм Саттрэк. Слушайте, ну это очень круто. Так, ну что, открываю фейбл кейс. Делаю пусть на нож бабочку. Раз. На нож бабочку два. На нож бабочку три. На нож бабушку четыре. Ну что же, хэштег за Дениса. И поехали. Так, ну что, Денис, вот с такими крутыми скнами тебя вообще никто не будет никак обзывать. О, Саттрэк 5-7-тактика. Слушайте, ну я прям сразу применю, потому что, ребят, ну очень круто. Так, ну что, девять кейсиков осталось. Открываю фейбл кейс. Сразу. Ахалай, махалай Денису. Керамбит выпадает. Ну, а чё, бинет? И что же нам выпадает? Ооо, керамбит! Блин, ребята, как же это было близко. Как же это было близко. Так, ну что. Открываем очередной фурьер с кейсики. Нам выпадает, знаете что? Нам выпадает АВМ Скрэч. Ну, кстати, ну, неплохой АВМ. Вот если бы еще и Статтрэк, то вообще бы цены ему бы не было. Так, ну что. У нас осталось 7 кейсов. Давайте, ровел кейс. Делаю буст на G-команду Флорал. Делаю буст на G-команду Лакшери. А нам другие G-команды не нужны. Поехали, поехали, поехали. Ща Арканочка по-любасу должна выпасть, наверное. Так, ну чё, ровел кейс. Ну, пожалуйста, ну родники маленькие. Давай, давай, давай за Дениса. Ну, 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 ну. Ну, ну, ну. АКР Карбон, Статтрэк. Блин, ну даже не Статтрэк. Просто представьте, как же Денис был брат, если бы это был Статтрэк. Так, ребят, 5 кейсов. Сейчас, короче, надо, не знаю, какой-то техникой. Легкой руки. И открываем, открываем, открываем. А, подождите, буст на нож бабочку Легаси. Легаси, Легаси. Ну, давай, давай. Ну, давай, только говорится. Давай по-хорошему Легаси. Опа, опа. И что же нам выпадает? Как вы думаете? Нам выпадает Тек 9 Фейбл. И, к сожалению, не Статтрэк. Но уже хотя бы у нас есть, сколько? Четыре легендарки. Это уже очень хорошо. Так, поехали. Просто сходу поехали. Без байтов, закрывая глаза. Хочу открыть, чтобы там была какая-то Аркана. Раз, два, три. Аркана. А, я понял, 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 понял. Так, ребята, осталось ровно три кейса. Сейчас мы, короче-то, и узнаем, какой же кейс самый везучий. Так, ревел кейс. Давай, родненький. Ну, пожалуйста, ну ради Дениса. Ну, не подведи ты меня. Ох, блин, сколько ножей-то пролетело. И вот как на зло упадает в итоге М40 Бигл. Ну, ребята, где справедливость в этом мире? Так, ну что же, осталось два последних кейса. Давай, давай. Керамит Клоу. Я уже был бы рад даже тебе, понимаешь? Я Керамит Клоу не люблю, но был бы рад даже не мог. Хоть какой-то нож. Так, так. М40 Quake. Эпик. Не статрек. Хорошо. Остался ровно последний кейсик, ребят. Ну что? Прямо сейчас сделаю буст раз. Делаю буст два. Делаю буст три. И делаю буст четыре. Поехали. Фурия с кейс. Ну, 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 ну. Аркан, 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 аркан. Ну, ребят, ну, ребят, ну, ребят. Не расстраиваемся. Потому что прямо сейчас вы, ребята, мне напишите, какой же нож мне подарить Денису. Я ему в следующем видео подарю какой-то крутой нож. И мы посмотрим на его реакцию. Так что, ребята, прямо сейчас ставь лайк. Подписывайся на мой канал. И пиши любые хорошие комментарии. С вами был Ваш Кентуха. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok